Здравствуйте, в эфире телекомпания Город, программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Сергей Чечев, мастер татуировки. Здравствуйте. Сергей, перейдем на ты сразу. Да. Я думаю, да? Адекватно будет. Скажи, пожалуйста, сразу первый вопрос. За время твоей деятельности, работа специфическая, скажем так, не каждый даже при всем желании сможет этим заняться. Изменилось ли и каким образом отношение к татуировке? К татуировке, конечно, изменилось отношение. В первую очередь люди начали немножко отходить уже от старых вот этих в кавычках понятий. Начали посвободнее вообще воспринимать татуировку, посвободнее и спокойнее воспринимать людей с татуировками. И значение татуировок само, в первую очередь, люди ищут гораздо глубже сейчас, нежели это было даже 5 лет назад. Не поголовно, конечно, люди только к этому приходят, но все равно это изменяется и в приятную сторону зачастую. Вот к вам приходят люди. Самый часто задаваемый вопрос? Это больно ли? Спрашивают. Ну, ответ соответствующий. Так же, как и вопрос. Потому что конкретно сказать, будет ли больно определенному человеку или не будет, тяжело. Но есть определенные места, на которые наносят татуировки, они зачастую болезненнее, чем другие, скажем так. Это места, где кожа потоньше, где нежные места, это подмышки, там, где косточки поближе, в смысле, выступают. И кожа ложится сразу на кости, из-за этого получается попольнее ощущение. Вот. А есть люди, которым абсолютно все равно, и они совершенно спокойно это все дело переносят. Тяжело уже определить, просто взглянув на человека, будет ли ему больно или не будет. Но это самый часто задаваемый вопрос. Я еще от знакомых слышала, что цвета по-разному тоже воспринимаются. Нет. Тут в чем, как бы, вся, как сказать, соль вопроса. В том, что, допустим, если брать черный пигмент, то его хорошо видно на любой коже, даже на смуглой. То есть, достаточно там нескольких точек, и его сразу будет видно. А если это будет какой-то желтый пигмент, светлый, то его нужно намного чаще, грубо говоря, наносить, для того, чтобы он был виден на коже. Поэтому тут просто разница уже в том, как человек сам работает и как предпочитает использовать определенные пигменты. Но именно сама краска, она одинаково болезненно переносится в любых отношениях. То есть, проведи полоску черной или там красной или зеленой. То есть, она одинаково будет как бы болевым ощущением. Но в то же время уже, как ты сам эту полоску проведешь. То есть, насколько ты глубоко будешь там это все дело прокалывать, насколько тщательно ты будешь это дело прокалывать. Это уже зависит от мастера непосредственно, от его руки. Ну и тем не менее, больно не больно, а люди в большинстве с вами после первой татуировки хотят или идут целенаправленно за второй, может быть, и за третий. Что за психологический момент? Чаще всего это происходит как? Приходит человек, он очень боится, ему больно будет или там просто он боится того, что он на всю жизнь себе сделает эту татуировку. Но когда ему уже перенесли рисунок и начали колоть, он уже сидит и думает о второй, о третий, может быть, о пятый уже. И это бывает там в 75% случаев именно людей, которые пришли первый раз татуироваться. То есть, чаще всего они сидят и думают уже о следующих татуировках. Я не знаю, как это провести, аналогию с чем. Но мне кажется, это просто люди чувствуют себя свободнее с тем, что они вот эту рамку в себе немножко раздвинули шире. И уже могут себе позволить думать уже о следующих шагах каких-то дальнейших. Неважно, это может касаться не только татуировки. Мне кажется, это дает смелости во многом, не только в отношении своего тела. Ну, ты же озвучил, татуировка на всю жизнь, да, это не секретно для кого. Люди приходят часто с какими-то определенными эскизами, мыслями. Вы им что-то советуете, если считаете, по вашему мнению, это будет не самый удачный рисунок? Конечно, конечно, советуем. У нас даже висит распечатка, где такая девушка азиатского вида. И у нее по-русски написано коряло бдэнги, любовь и здоровье. И внизу подписано. Вы также выглядите в глазах китайцев со своими иероглифами. Мы, конечно, советуем. Мы не советуем делать всякие штрих-коды, иероглифы, слова и символы, которые люди до конца не уверены в том, что они знают, что они значат. Не достаточно того, что в интернете там что-то написано, этому доверять нельзя. То есть, если человек не уверен, то мы его лучше отправим, чтобы он подумал лишний раз, даже месяц, полгода, год подумал и сделал именно то, что он хочет. А не то, что он увидел где-то по телевизору или случайно в интернете, чтобы эта татуировка реально отражала его внутренний мир. То есть, в первую очередь это должно быть. Но есть люди, которые не хотят этого слушать. Они не хотят думать. Они хотят просто сделать сейчас вот это. И может быть вполне, что через год или два они придут и будут закрывать вот эту татуировку уже чем-то новым. Что как бы... Ну, они должны это испытать. Почему? Потому что только это заставит их подумать. То есть, они должны сделать ошибку, чтобы потом ее как бы не допустить в будущем. То есть, не все учатся на чужих ошибках. В том числе, право на ошибку мы с вами, да? Вы уже озвучили эту проблему. Человек ошибается, вы ему советуете. А у самого бывает рука дрожит? Ну, бывают всякие ситуации в процессе татуирования. Иногда человек сам может дернуться в определенный момент. Есть нервные тики начинаются просто из-за того, что вот, допустим, пришел клиент. Его три часа ты положил просто, и ты лежа, и вот он не должен двигаться вообще. Ну, не может человек не двигаться три часа. Поэтому иногда он может сделать необдуманное движение, и из-за этого на качество повлияет чуть-чуть татуировки. Иногда это может, да, произойти из-за каких-то других непредвиденных обстоятельств. Но зачастую именно классификация мастера как профессионала, она подразумевает то, что человек не должен таких допускать вообще огрешностей, погрешностей в работе. Соответственно, это все, если даже это происходит, то все это можно исправить. И зачастую по вине мастера происходит минимальный процент именно ошибок. В общем, это происходит из-за того, что клиент не может сидеть на месте, либо ему становится больно настолько, что он начинает ерзать, двигаться. А ты это все, во-первых, ты физически все переживаешь, и еще энергетически, когда человеку, ты вроде ему пытаешься сделать красиво, а ему ты делаешь, за место этого больно. Он же не видит то, что ты ему делаешь в этот момент, когда ему больно. И поэтому он начинает дергаться и ерзать. Дискомфорт, да? Да. Как для мастера, так и для потенциального клиента, какие должны существовать табу, и какие существуют? Какие банальные примеры? Ну, основное, это, конечно, алкоголь. То есть, лучше приходить в трезвом уме и добром здравии, грубо говоря. Алкоголь не употреблять перед татуированием никому нельзя вообще. Особенно, конечно же, мастеру. То есть, это главное, скажем так, табу для меня. Это недопустим пьяный клиент и недопустим выпивший мастер. Вот, это главное. Второе, это вот как раз необдуманные татуировки. То есть, когда человек под веянием непонятно чего, там, тусовки или там какой-то передачи, просто идет, тут же себе что-то делает на всю жизнь, там, колет какие-то инициалы, там, неважно, чьи-то возлюбленного, невозлюбленного. Это табу тоже для клиента именно. Я всегда стараюсь заставлять человека подумать лишний раз. Потому что потом, в дальнейшем, он будет винить не себя в том, что он это сделал, а обстоятельства, скажем так. И причину обстоятельств, скорее всего. Ну, и третье, все-таки, это стерильный, правильный, качественный инструмент и пигмент непосредственно. То есть, все должно отвечать нормам, чтобы человек ушел с улыбкой и пришел только с ней потом. Совет какой-нибудь, Сереж, дай своим потенциальным клиентам в будущем. Ну, я, наверное, повторюсь опять. Думайте перед тем, как делать что-либо. Неважно, татуировка это, пирсинг или еще что-то. Лучше лишний раз подумать, чем потом всю жизнь жалеть. И татуировка это не стирается. Это не мода, это не веяние моды, это не какое-то поветрие. Это культура, которой очень много тысяч лет. Это у нас уже на генетическом, так сказать, на генетической памяти прописано. Соответственно, внутри у нас у каждого это и есть потребность. Но если вы не уверены в том, что ваше желание уже приняло какую-то форму и вид, и вы конкретно знаете, чего вы хотите, то лучше этого не делать. Спасибо тебе большое. Очень радостно и приятно было с тобой беседовать, видеть тебя в нашей студии. Сергей Чаечев, мастер татуировки, был у нас в гостях в программе 7 минут. А мы с вами скоро увидимся. Всего вам хорошего. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok